Как работает инновационный центр Олимпийского комитета России, сегодня смогли увидеть журналисты. Центр это новейшее и самое эффективное оборудование, которое позволяет оценить состояние подготовки спортсмена, определить проблемы и если надо, помочь разработать индивидуальный план тренировок, для того, чтобы результат был блестящим. Репортаж Ольги Князевой. Кровь из пальца каждые две минуты прямо во время бега, а скорость между тем под 20 км в час. Как у профессионального спортсмена-марафонца, но Иван Гахов обычно бегает на ультракороткие дистанции. От одного угла теннисного корта к другому. Бег, сила в руках, так и в ногах тоже очень важно. Может быть, даже самая основная это психология, потому что на корте ты один, и ты должен в своей голове всегда, если трудно тебе, как-то найти выход из ситуации. Физиологам важно оценить организм спортсмена, когда он работает на максимуме. Анализ крови покажет уровень молочной кислоты. У спортсменов кровь ее попадает меньше, чем, например, у домохозяйки, которая также побежит по такой дорожке в спортзале. На экране прибора в инновационном центре Олимпийского комитета России все – от пульса до объема легких. Все это для того, чтобы помочь спортсменам в тренировках, построить их грамотно и индивидуально, понять, когда сделать паузу или стремиться к пику формы. Инновационный центр для нынешних и будущих олимпийцев работает с 2014 года. Спортсмены называют его лабораторией возможностей человеческого тела. Оборудование, которое было 2-3 года назад, оно принципиально изменяется в совершенствовании. Не изменяется только одно. Не изменяется человек, его структура, мышцы, анатомия человека, его биомеханика, она не меняется. Все остальное мы можем делать собственными руками и собственной головой. Вот этого прибора, например, в мире равных сейчас нет. Высоту прыжка может увеличить на 16% показатели улыжников на 20-25 секунд в случае длинной дистанции. Электрические импульсы заставляют мышцу работать. Это сейчас применяют и в фитнесе, но здесь принципиально иной подход. Обратите внимание, здесь установлен вот такой прибор на каждую ногу. Сигнал подается на конкретную мышцу. Конкретные мышцы – индивидуальный алгоритм. У конькобежцев один, у лыжников другой. Специальные шорты и часы, чтобы регулировать мощность и частоту импульса. Есть версия для велоспорта. Создатели обещают, скоро и до бегунов доберутся. Вот это лифт, который никогда не поднимется, но поднимет спортсмена на любую высоту, хоть на 8 тысяч метров. А это, между прочим, показатели высочайших вершин мира. Вот сейчас здесь именно такая атмосфера. Дышится с трудом. Спросим, каково спортсмену. Кирилл, здравствуйте. Как вам дышится? Дышится немножко тяжелее, чем на равнине и чем вообще вне этой капсулы. Потому что я бегал на этих дорожках и сейчас пульс намного учащен. Думаете, долго продержитесь? Еще минут 13 я продержусь. Зачем так высоко? И зачем вообще высоко? Для повышения выносливости. Здесь также тренируются конькобежцы, которые борются за победу на высокогорных катках. Более тысячи метров над уровнем моря. И это капсула по уровню оснащенности и выбору тренировочных программ. Одна из лучших в мире. Даже когда тесты и тренировки обходятся без помощи умных приборов, спортсмены отлично знают, зачем приходят сюда. Лаборатория талантов. Не только машин, но и умов. Физиологи, психологи, врачи. На стене как кардиограмма. Все Олимпийские игры. От Афин 1896 до Пхенчхана. В этом ритме бьются сердца спортсменов и всех, кто работает ради наших побед. Ольга Князева, Денис Овчаров, Юлия Ходорова и Денис Ларин. Первый канал.